добрый день а может быть у кого-то вечер друзья я с вами дмитрий трофимов и да я смотрю за дорога не беспокойтесь я контролирую ситуацию и сегодня мы с вами поговорим о словесной импровизации а именно будет сегодня классный пример словесной импровизации за рулем вы сами можете так тренироваться когда куда-то едете если у вас есть автомобиль вы также можете тренироваться даже если вы едете в общественном транспорте и там нет возможности включать словесную импровизацию вы берете просто телефон включаете как будто бы вы разговариваете по телефону если вы понимаете что это странно если кто-то будет на вас смотреть что вы какой-то сумасшедший и вы по телефону как будто в общественном транспорте разговаривать при этом получается что вы тренируетесь по словесной импровизации и давайте сегодня как раз я продемонстрирую как может проходить эта тренировка а это же классно когда вы можете потренироваться в любом месте это здорово не нужно ждать время не нужно ждать пока вы приедете домой потренируйте сейчас прямо сейчас потренируйте сейчас вот здесь и сейчас ok поехали слова я беру любое слово я сейчас не подготовлен максимально не подготовлен потому что это является именно словесной импровизации я просто в любое слово возьму которое только возможно взять Пусть это будет слово Валентинка. Валентинка. Окей, поехали. Когда я учился в школе, у нас еще праздник День Валентина или День Всех Влюбленных не был известен. Это не говорит о том, что я старпер. Это просто говорит о том, что пока еще до нас это не дошло. И потом, когда уже все-таки это стал известный праздник, и в тот момент я учился в университете, и кто такой сразу подсчитывает, ага, в университете к нам праздник пришел в Россию, когда, не старайтесь подсчитать. Я продолжаю историю. И тогда стали дарить друг другу Валентинке. В тот момент кто-то уже знает, может быть, меня, что я был достаточно зажат в себе и не общался со своей группой достаточно долго, и никто не дарил мне Валентинке. Никто не дарил. И люди друг другу что-то там дарили, поздравляли, объяснялись любви. У кого-то из моих одногруппниц уже был парень, и он приходил в день Валентина, день всех влюбленных, они там целовались, а я на это все смотрел и грустил. Смотрел на них и думал, почему жизнь такая несправедливая штука. На тот момент я еще не знал, что у меня есть какая-то зажатость, что у меня есть социофобия. Я просто грустил и смотрел на них, и завидовал, и хотел то же самое. И я помню, как сейчас, это был, может быть, третий курс, а может быть, четвертый. Я уже достаточно прокачан в себе, потому что я ездил работать гидом, более я стал открыт к людям, я стал больше коммуницировать с людьми. И вот четвертый курс, опять день Валентина, день всех влюбленных, и происходит маленькое чудо. Мне подарили Валентинку. И даже не одну, а даже три Валентинки мне подарили в моей группе. Это те же самые девчонки, которые три года, четыре года тому назад фактически не замечали меня, и я создал сам такую ситуацию. И вот прошло какое-то время, я раскрепостился, стал более уверен в себе, стал больше улыбаться, и мне подарили те самые Валентинки, о которых я мечтал. И я подумал, а получается, что любовь, она что? Она вот такая, да? То есть, чтобы мне что-то подарили, да, то есть, проявили любовь ко мне, или проявили внимание, все, что мне нужно, это просто улыбнуться. Улыбнуться, быть более открытым. И когда я более открыт, и не боюсь людей, то люди тоже тянутся ко мне, подумал я. И с того момента я стал больше как-то, как-то тянуться к людям, как-то общаться с ними. И я бы не сказал, что я стал получать больше Валентинок. Кстати, скоро у вас есть такая возможность мне их отправлять, потому что скоро будет 14 февраля. Все-таки, в первую очередь, для меня важно, что наша открытость, да, является тем самым показателем, как к нам относятся другие люди. Да, и Валентинки, ну, и праздник, как сам по себе, он же важен не потому, что все люди друг друга любят, а важен, что мы в этот момент открываемся людям. Вот это самое главное. Вот такая словесная импровизация по теме Валентинка. Давайте возьмем еще какое-нибудь слово, опять же, вот которое ко мне приходит в голову, любое спонтанное слово. Это тучка, тучка или туча, пусть будет туча. Я люблю тучи. Если это большая такая огромная туча, когда я на нее смотрю, в этот момент мне кажется, что я такой маленький муравейчик и ничего не могу поделать. Эта туча полностью захватывает все пространство. Ты смотришь на эту тучу, а если там еще какая-то молния сверкает, и тебе страшно вдвойне, когда ты видишь эту молнию, эту тучу. Да, страшно. Да, можно сказать, что это негативная эмоция. Но у меня это не негативная эмоция. Это в первую очередь эмоция, что есть что-то, нечто большее, что может повлиять на судьбу людей. Что мы не все можем контролировать. Что есть какая-то стихия, что есть какая-то природа, которая берет все в свои руки. И когда я смотрю на эту тучу, я вижу эту стихию. И она реально берет все в свои руки. Люди бегут в подъезды, бегут в машины, куда угодно, лишь бы спрятаться от тучи, от дождя, от молнии. А я смотрю с восхищением, естественно, тоже из машины. Смотрю и думаю, давай туча, жги, гони этих людей. Пусть они хоть на минуточку почувствуют, что они не всемогущие. Что есть что-то более глобальное, да, что может повлиять на их решение, на их судьбу и на их жизнь. Вот такая вот еще одна импровизация по теме туча. Как вы видите, можно брать любые слова и тренировать эти слова. Можно, когда вы куда-то едете. Взять телефон, то же самое, ничего не меняется. Я говорю в телефон, и в этот момент я тренируюсь. Я могу о лапше сказать, да, например. Но только как будто я рассказываю другу, да, про тему лапши. Я говорю, я обожаю лапшу, Михаил. Ты просто не представляешь. Когда я кушаю эту лапшу, а я в специальное заведение приезжаю, и я вот вижу, как там поварята что-то делают. Это меня тоже вдохновляет, потому что кухня там открытая. И я смотрю на этих поварят, и представляю, как сейчас я предвкушаю, как я буду кушать эту лапшу. И вот я покупаю эту лапшу. Вот она у меня уже на столе. Я готов. У меня уже слюна течет. Вот я беру первый кусочек, да, наматываю на вилку этот прекрасный блюд. И пробую на вкус. Она, естественно, лапша с каким-то соусом, какой-то приправой. Может быть, там есть что-то еще помимо лапши. Может быть, это кусочки мяса. Может быть, это кусочки рыбы. И это очень вкусно, Михаил. Потрясающе. Как будто вы разговариваете по телефону. Но на самом деле, вы что делаете? Вы тренируетесь по словесной импровизации. Вот сегодня такой прекрасный пример я вам привел. И ваша задача тренироваться. Так же усиленно тренироваться, как тренировался когда-то я. Чтобы моя словесная импровизация была на уровне, на уровне хотя бы, хотя бы уверенного пользования. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал, у меня есть фейсбук, у меня есть личная страничка ВКонтакте. Также нужно поставить лайк под этим видео, написать комментарий, Дима, это было классно. Хочу еще, хочу, чтобы ты еще такие примеры рассказывал. Можете какие-то вопросы задать в комментариях. Я обязательно ваши вопросы прочитаю. И на какие-то вопросы, скорее всего, даже могу снять видео. Поэтому пишите ваши комментарии. С удовольствием все почитаю. Ну и подпишитесь на мой канал. Вы помните, если вы не подписываетесь на мой канал, у меня мотивация, вот просто вот максимально передаю звук. Падает, понимаете? Падает мотивация. Поэтому подписывайтесь на мой канал, и тогда видео будут выходить чаще, еще больше интересных видео. Я не буду останавливаться, я буду продолжать. Буду продолжать. Хорошего вам дня, хорошего настроения, мои друзья. И спасибо, что вы смотрите меня. Меня, а я скажу спасибо себе, что я продолжаю вас радовать классным, классным видео. Пока-пока. Михаил, я зашел в секс-шоп и увидел эту потрясающую резиновую куклу. Я понял, что именно ее я хочу. Я очень долго на нее смотрел, денег у меня не хватало, Михаил, на эту куклу, но я продолжал на нее смотреть и мечтал, вожделел, что когда-нибудь я накоплю эти денежки, и эта кукла будет моей. А продавец уже знал меня, Михаил, ты представляешь, он знал, он видел, я заходил в этот магазин много, много раз и останавливался перед этой резиновой куклой. Он смотрел на меня и вздыхал сочувственно, потому что когда-то он тоже мечтал об этой кукле. Но сейчас она у него есть, а у меня нет. И это очень грустно, Михаил, грустно. Субтитры сделал DimaTorzok